Итак, друзья, у меня здесь некие новиночки, значит, зарядочка. Это, вы думали, наверное, арма, но нет, это не арма. Посмотрим, у нас с Banggood такая тачка. И теперь я покажу, что такое Почта России и ЕМС. Вот, я просто начал распаковывать и в шоке. Пришел квадрокоптер, вот так вот, с какой-то некой открыточкой. Вот она, посылка. Внуково, здесь все дела, Почта России. Сразу вы видите трухля, да, вот она. Трухлевая такая вся, значит, промокла. Обратите внимание, внутри, видите, да, там все сыро. Вон, сырая коробка. Я даже не знаю, как показать-то. Но видно, что она темная, короче, вот она, вот она вся здесь сырющая. Вот, сырющая коробка внутри. И, естественно, коробка квадрокоптера сырая. Мне здесь послали еще какую-то открыточку, с поздравлением. Тоже, вот видите, вся сырая открытка была внутри. О, ничего себе, ну давайте-ка посмотрим, что-то там интересно написано. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, вы сами видите, да? Я не знаю, где у них там валялась эта коробка моя. Наверное, где-то прямо на улице. Блин! Я в итоге так открытку от китайцев и не узнаю, что они хотели донести своим посланием. Дир Игор, Игор, Мэри Крисмас, наверное, энд Хэппи Нью Е. Ну, к счастью, я разобрал, но все промокло. Вот. Спасибо, спасибо. Блин, я просто надеюсь, что квадрик в каком-нибудь боксе... Вот, видите, да? Вот трухля. Вот. Почта России. Топ. Почта России рулит. Это, смотрите, сколько здесь коробка. Тысяча одежек и все без застежек. Вот так. О, блин! Ну, к счастью, он в сумке. Надеюсь, сумка не промокаемая у данного квадрика. Сейчас посмотрим, вскроем. Ну, это жесть. По-моему, у меня как-то было уже такое. А может, нет. Даже не знаю. Что? Что творится? Давайте скрывать, смотреть. Но я думаю, все в порядке. Обычно эти сумки, ну, пусть не влагозащищенные, но в любом случае под змейкой закрыто нормально. А здесь что у нас? Здесь кармашек открытый. Так. Жук. Ну, вроде все норм. Да. Все норм. Все ок. О, смотрите, обратите внимание. Сыро. Но, к счастью, он в этом, в пакетике. И вот квадрик был бы в пакете, было бы еще лучше. Ну, вроде ничего. Нормально. Вот, видите, следы есть. Вот сырые. Вот она. Вода. Где-то здесь была зарядка. Но нет. В целом нормально. Блин. Хорошо. Просто если бы он был в коробке еще, и та бы коробка тоже превратилась бы в трухлю, так сказать. И в итоге бы квадрик весь промок. Но вроде ничего. Даже вот эта вот, смотрите, бумажечка. Ну да, сухая. Чуть-чуть какие-то капельки есть, как и здесь. Ну, нормально. Так что, друзья мои, никакого хорошего отзыва о почте России оставить не могу. А ждите обзорчик скоро на вот такой вот квадрокоптер. Блин, оранжевый цвет вообще топ. Топовый, топовый цвет. Класс. Чух. А, еще показать что-нибудь? И еще вот что пришло. Вертолеты и чай. Тоже полетаем. Прикольно. Ну, интересно иногда на вертиках полетать. А, еще что-нибудь показать? А, вот еще квадрик пришел. Квадрик пришел. Причем вот этот квадрик пришел прямо вот так вот. Сейчас, давай-ка откроем. Ох ты. Ну, вы пока полюбуйтесь вот этой тачкой сейчас. Вот так вот. А я пока открою. Так, классная тачка, да? Фара интересно светит у меня. Шух. Вот такой квадрик. Микро. Микро-мини. Мини-микро-мавик. По-моему, он стоит что-то там вообще копейки. Буквально, наверное, 3000 рублей. Посмотрим. Полетаем. Так что ждите обзоры. Да, но с квадриками тяжело сейчас. Сейчас погода вообще не летная. Ветра сильные. Снегопадище. Поэтому буду ловить погоду. А может, вот такая мелкота вообще как бы по весне, когда солнышко выедет. Да, вообще квадрики лучше, конечно, по весне, когда солнышко выедет. Чтобы красивую картинку наблюдать, а не серые, хмурые будни. Нашей России. Пока.